Я сфотографировал страницу из той книги, которой я пользуюсь. Посмотрим. Если будет менее удобно, чем предыдущая, то можно вернуться к предыдущему. Так, только надо понять, где мы останемся. Здесь. Минутку, я сам указку сделаю. Да. Вот здесь. Так. Ва... Это ца или ца? Ишрицу. 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 Кстати говоря, вот здесь, обратите внимание, шва под шином, оно такое, из маленьких точек, а под большим из более толстых точек. Это означает, что первый из них не произносится, а второй произносится. Ишрицу. хама им а май а все я вот это в таком начале но ми 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 ммюзни а май а шефа шеф 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 хамам нэ пэ пэ шефэ 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 шефэш ефэш нефэш нефэш по им дуса да Жизнь получается, да? Живая. 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 В. 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 Оф. А где заглазовка на А вот вверху? Да. Фотография могла бы быть лучше, да, ну в общем, там два места. В. 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 Это опять небо, да? Ну, вот эта поверхность. Ха-ха-ша-ва-ма. А, ха-ша-ма, да, все. Ха-ха-ша-ма им. Я все никак не могу к этой мэм привыкнуть. У меня она как-то по-другому выглядит. Давайте переведем. А, да, да, давайте. Двоеточие – это конец. Конец. Так. Увидел. Нет, сказал, наверное. Сказал. Сказал. Сказал Бог. Вот этот, не знаю, глагол. Значит, да, это слово не самое употребительное. Значит, дальше у нас встречается слово «щерец». «Щерец» – это, в общем, всякая такая мелкая живность. Насекомые, там, ящерицы какие-нибудь, мыши – все это «щерец». А «ящерицу» – это глагол от того же корня. Ну, так сказать, «закопожиться водой всей этой мелочью». Значит, вот вода, так сказать, воскишит, скажем так. Ага, вода воскишит. Ага, точно. Майма – это же вода. Да. Так. Этой всякой мелочью. Ага. Живой душой. Да. Не. 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 Не ов. Не ов. Ов – это птица. Ага. Ну, птица здесь единостное число, но это в собирательном смысле, конечно. Не ов. И. Ю. Е ов. Е ов. Значит, это глагол от того же корня, что и птица. То есть, леофэф – это летать. А, летать. Птица, собственно говоря, тот, кто летает. Леоф и овэф – птица. Птица будет летать. Угу. Птица будут летать. Ага. Аль – это к, да? Или… Аль – это на. На. А, на. Буквально на земле. На. На земле. На земле. Угу. И по лицу… По лицу чего-то? А, по лицу… Собственно говоря, может быть и так. Да. По лицу… По глади неба, можно сказать, да? Да. Примерно так, да. Угу. А, да. Опять. Первая – это, значит, поверхность. Ну, это блочка. А вторая – это, собственно, небо, да? Да. В, так, это йо, да? В, 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 В. Так, это читается голосовка? Р, Р. Нет, не читается. Точки нежирные, значит, не читается. Угу. Просто В, А, Е, Алиф не читается? Ну, да, значит, так. Первый слог – это Ва. Ва-В. Второй слог – Ва-Ив. 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 Ва-Ив-Рэ. Ва-Ив-Ра. Ва-Ив-Ра. Ага. Просто я не вижу у Алифа голосовки. Не знаю, как ее читать. Значит, ну, Алиф сегодня, значит, я, кстати, тут говорил со знакомым, который лингвист в университете здесь учится. В общем, Алиф, он по теории когда-то был читаемый, согласный. Но сегодня, похоже, на иврите его никто не читает. Так что, ну, то есть, как бы, если там есть Алиф, который огласован какой-то огласовкой, то читается эта огласовка, а согласный перед ней, а какой нет. Ну, и на конце слова, соответственно, тоже его, что есть, что нет, читается одинаково. Нет, нет, нет. Эл-Эл-Эл-Эл-Эл-Эл-Эл-Эт, да, Эт, 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 Эт. Да, я создавал скрипизацию. я пытался. Ха-ха-ха-та ну ни ни ним. Это ха-та-ни-ним? Да. Ни-ним? Ха-ха-ну Это гимель? Это гимель. Ха-гу-до А вот эта точка внутри к чему относится? Эта точка внутри, можете ее игнорировать, теоретически она означает удвоение этого гимена. Вообще на иврите всегда после определенного артикля первое согласное удваивается. Кстати говоря, нечто подобное есть и в арабском. То, что параллельно определенному артиклу, то есть их определенный артикль это аль, аль фламид. И при этом этот самый ламид, иногда он произносится примерно с половины согласных, он ассимилируется. И тогда получается вот это самое двойное согласное. А в арабском ламиде нет и всегда двойное согласное. Но опять-таки это самое двойное только в теории. В, Э, Э, К или Х? О, О, О. Значит, здесь хотя это вот такой вот значок, который обычно означает А, здесь он означает О. В большинстве изданий они выглядят совершенно одинаково. Это издание одно из водов стоимость в том, что когда КАМАЗ считается как О, видите, здесь вертикальная палочка, она длиннее, чем в других случаях. Это КОЛЬ. 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 Сет, я думаю, сет, ашер, так, ша, получается, шар, 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 шарцу, шарцу. Хама, хамайм, ле, ми, ни, хе, ле, минихем. Ли, минихем, ве, веет, коль, это, я не понимаю, о, оф, оф, ка, 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 ка. Обычная гласовка – это а, только если есть длинная вертикальная палочка – это о. Канаф, получается. Ла, ла, ми, ле, ми, ня, хо, ле, минахо. Ле, минехо. Ле, минехо. А, это две точки. Да, это две точки. Ле, минехо. Ва, вая, ваяр, элогим, ки, 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 китов, нет, китов, да, китов. Китов, да, начинаем переводить, ва, 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 ве, нет, не угадываю, что. Ва ивра – это сотворил, это то же слово, что вначале у нас было, берешит бара элогим. Ну, и сотворил. Вот это бара, да? Бара, да. Бара – это такое специфичное слово, которое означает сотворить из ничего, применяется только голову. Ва ивра, а элогим – это хатаним, не знаю. Хатаним – это крокодил. Это, по-моему, В, да? Это – это винительный поддерж, прямое дополнение. А, винительный. Ага. Крокодил. Крокодилов. Крокодилов, может, значит, слав. Ага, да, да, да. В современном иврите тоже крокодил? Да. Да. Угу. Хатаним – это… То есть, я даже скажу так, что в современном иврите это совершенно точно – крокодил. Здесь – это крокодил или нет – это больше вопрос. В общем, винительный переводил как крокодил. Монстр какой-то. Да. – Да. Так. Отделил, да, это? А, атанимим хагедолим. Гадоль – это большой. Гадолим – это больших. А, больших крокодилов. А, больших крокодилов. Больших крокодилов, да. Угу. Ну, это типа динозавров, да? Да. Может быть. Угу. В. Э. Так. Это новая у нас, винительный падеж. Угу. И… Коль… Весь, по-моему, да? Коль. Весь или всякий, в данном случае, и всякую… Всякую. Ага. Всякую душу. Ахая. Живую. Живую. Ахая. Ахая. Вот это, наверное, не знаю. Аромесед. Значит, ремес и шерец – это более или менее синонимы. И то, и другое – это… Копошица, да? Вот эта самая мелочь. Копошица, да. Аромесед. Значит, вот копошащаяся, копошащаяся. Значит, всякую живую душу, копошащуюся. Ахая. 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 Тоже что-то знакомая. Которая… 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 Шерцю… А, это… Копошица. Да. Которая воскишела вода, примерно. Леменегем. Леменегем. Не знаю. Это у нас уже было… Если помните… Лемино… Леменео… Мин… Пора дам их. Вся эта мелочь – пора дам их. А какое существительное… Как в словаре можно встретить? В словаре… Это существительное… Мин… Мем… Ю… Ну… Одно из его значений – это род, вид. Ле – это артикль получается, да? Что? Ле. Артикль? Нет. Ле – это не артикль. Артикль на юге только один – это га. Ле – это предлог, который обычно означает к, но в данном случае это по их видам. Значит, прежде у нас было лемино, леменео, там это было в единственном числе. Леменегем – это во множественном числе, по их видам. Понятно. А существительное, от которого это произведено – мин. Угу. В… Эт… Снова у нас винительный падеж. Всякая птица… Канав – это крыло. Всякую крылатую птицу. Угу. Тоже, получается, порода, да? Да. Только здесь во множественном числе, а здесь в единственном числе. Угу. Ва… Сделал, да? Увидел. 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 Бог, что это хорошо. Да. Ваяз – это сделал, а Ваяр – это увидел. Угу. В… Ва… 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 Так, я не вижу огласовку. Ва… 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 Войвары… Ва… 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 Та отам, ле хим, ла... Две точки, плохо видно здесь. Ле мор. Пе... Перу. Перу. Перу, так, ву, урву, да? Перу, урву. Урву, уми, умиле, умилео. Умилу. Умилу, умилу... Эт, хамай. Ба, ба, я... Ба, получается? Ми, ба, ямим. Ба, ямим? Ба, ямим. Да, это о. Баха, ов. И, ре, ре, эрв. Йирев. 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 Ке, ке, ба, ре... Это бет. 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 Ба, ба, арец. Ба, ба, ба... А, давайте переведем. Фраза закончилась. Точно закончилась. Ба, ба, и, ре, фх. Это тоже? Ба, 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 и, ре, фх. Это новое слово еще не встречалось. И благословил. Ба, ба, и, ре, фх. Ба, ба, и, ре, фх. А вот барух – это тоже благословение? Да, барух – это от того же корня, благословен, спасибо. Вот там тоже знакомый от него. Отам – это их, это «эт», соединенное с «хэм», «эт», «хэм» – получается «отам». Амар – это «говорить», на самом деле «леймор» по форме – это инфинитив. «Говорить», ну, скажем, «говоря», и благословил их Бог, «говоря». «Говоря», «пэру» – это вы размножаетесь, что ли? Значит, «пэру» – это от того же корня, что «при», «при» у нас было, «эц», «при» – плодовое дерево. «При» – это плод. «Про» – это плодит, совершенно верно. «Про» – это плодит. «Арву» – это уже размножаетесь. «Равр» – это корень, который означает множество. «Про» – это плодит. «Равр» – это размножаетесь. «Урву» – это размножаетесь, да? Да. «Ум» – «ле» – «умлеу» «Умилю» – наполняете. «А, да, умилю» – дополняете. «Мем ламедалев» – это наполняет. «Ламале» – умилю. Ям это море, это в морях, причем с определенным арктиклем, определенные арктикли это огласовка в бете. Это бет вместе с определенным арктиклем. Морях. Морях. В морях, в х, в х, в х, в а, птицы, и ерев. Не знаю. В современном лагерите мы сказали бы ербе размножится. От того же корня, что рву, только рву это поведительное наклонение, а ерев это будущее время. На земле получается? Да. На земле. В а, ва, 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 е, ва, ехи, вайхи, 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 вайхи бокер, иом, ха, ми, ше, ши, хамиши. Это у нас пятый, да? Да. Амиши. Ну, это уже наизусть, можно сказать. Вот эти. Да. Давайте на этом останавливаемся. Спасибо большое, огромное. Спасибо. Хорошего дня. Хорошего вечера, хорошей недели. Спасибо. До свидания. Спасибо.